Здравствуйте! 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 Продолжение следует... 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 поиск делаем айганыш айганыш результат показывает что у нее 0 да значит пока не будем ее оценивать далее идем айгульдосматова делаем поиск по айгульдосматовой айгульдосматова тоже еще не сдала домашние задания значит пропускаем ее идем дальше канки такиева канки такиева вот канки такиева отправила домашнее задание да здесь у нас смотрите по направлению pm есть два задания которые надо оценить это задание номер три и задание номер четыре даже есть уже те которые загрузили на задание номер пять потихоньку сейчас будем оценивать вот первое задание номер три канки такиева нажимаем на ее ссылку вот тут проходим по ее ссылке и проверяем ее домашнее задание к сожалению канки такиева у нее закрытый доступ ей нужно открыть доступ к своему домашнему заданию вот таких случаях если человек не открывает доступ в то время когда у вас открывается доступ как критериям от кросс чеку вы можете просто оценить данного человека как поставить ей оценку ноль и плюс здесь оштрафовать оштрафовать данного человека каким образом вы это делаете вы заходите на платформу канеке вот своевременно не открыла свою плата свое задание свою ссылку просто сюда заходите заходите именно в графу оценки форма оценки нажимаете проходите по ссылке данная ссылка она закрыта почему она закрыта и мы должны прекрасно понимать что еще не все сдали до это домашнее задание поэтому она закрыта но сейчас для вас я ее открою и покажу как можно загружать домашнее задание так обновляем здесь у вас откроется форма оценки заданий выбирайте дату сегодня 18 число время можете не указывать потому что она автоматом идет ваша фамилия в нашем случае я это кто получается чинара салибайказы то есть проходите здесь делаете поиск чинара вот она я потом выбирайте номер задания какое задание задание номер три чью работу оцениваете анекей и как на меня фамилия было анекей анекей такие вода анекей таки его и я ставлю здесь оценку 0 почему указываю ссылка на домашнее задание доступ к ссылке доступ к ссылке на домашнее задание закрыта и отправляю соответственно то что вы отправили она автоматом отразится в таблицке таблицы оценки кросс чек вы заходите в раздел оценки кросс чек и просматриваете таблицу вот она то что я уже отправила здесь она обновилась я не поставила оценку 0 плюс за то что она своевременно не открыла доступ этот к своей ссылке и вы можете имеете право оштрафовать данного человека как вы штрафуете этого человека заходите в раздел формы штрафования заходите сюда выбирайте дату вашей фамилии чинара да не ричина разовут чинара как там фамилия моя была салибай козе чинара салибай козе вот салибай козе за какое задание штрафуете за задание номер три кого будете штрафовать штрафуем ханекей таки его штрафной балл 5 баллов причина не открыла доступ к ссылке да допустим какую-то причину наказать здесь написали и отправили ваш ответ автоматом отражается в таблице таблица штрафа заходите сюда здесь она отражается вот пять баллов штрафной балл получила канекей такиева затем переход для того чтобы проверить себя в рейтинге вы переходите в таблицу рейтинг и в таблице рейтинга вы ищите человека канекей да здесь ищем ханекей такиево канекей канекей такиева вот она видите она сдала одно домашнее задание штрафы пока не отразились еще но она отразится и плюс у нее за третье задание тоже здесь отразится что появится цифра 0 таким образом вы можете проверить то что вы правильно сдали или не сдали отразилось ли оно в рейтинге или не отразилось в рейтинге и в таком процессе то же самое проверять и остальных участниц допустим следующая моя участница это сымбат сарпаева захожу сюда в отправленные задания делаю поиск сымбат сымбат сарпаева вот к сожалению сымбат сарпаева тоже еще не сдала и получается смотрите если когда мы закроем все формы для отправки заданий и когда мы откроем формы для кросс чека для оценки заданий если за период того времени когда вы будете проводить оценку кросс чека человек который указан в вашей команде по кросс чеку не сдал домашнее задание вы имеете право поставить оценку ноль плюс оштрафовать этого человека это почему потому что своевременно не сдают или сдают неправильно вот таким образом у вас происходит кросс чек как себя найти в кросс чеке можете просто открыть таблицу нажать кнопку поиск допустим меня зовут оси я пирма туда я делаю здесь набор оси я пирма того нет дождите россия ну в любом случае да гуль меня зовут джазгуль джангазиева джазгуль джангазиева оно высветится оранжевым цветом потом вы себя смотрите в какой команде вы состоите ищите своих согрупниц в таблице отправленные задания вот тут отправленный задание если вы их не находите если вы не находите их домашние задания соответственно ставите соответственную оценку в формах отправки или формах штрафования если же допустим давайте проверим другого человека да вот допустим из формы отправки возьмем задание джайна мухтарбекова пройдем по ссылке джайна мухтарбековой у нее у нее все открыто у нее получается все доступ есть сейчас ее фамилию скопирую так проверяем ее домашние пока открывается домашние задания вот открылась ее домашнее задание читаем домашние задания анализируignant правильно ли она по критериям прошлась все ли у нее хорошо все students таблицу проверяем затем заходим в задание смотрим критерия оценки да проверку знаний заходим здесь у нас третье задание было третье задание у нас на второй неделе Проверка знаний, третье задание. Вот она команда. По третьему заданию у нас смотрим. Есть описание, есть критерии оценки. За все правильно выполненные пункты у нее идет 30 баллов. Если какой-то из пунктов у нее отсутствует, то есть минусуем определенный балл. Получается UXUI, front-end, back-end разработчик. Проверяем ее домашнее задание. UXUI есть, front-end есть, back-end есть. Значит, она пола цена выполнила свое задание. Ставим ей максимальный балл 30 баллов. Как мы ее оцениваем? Мы обратно заходим. Я сейчас лишнее закрою. Заходим в Airtable. Здесь набираем ее имя. Airtable по кроссоценке. Вот она, Джайна Мухтарбекова. Она вот в группе вот этой. Допустим, я, Бульмира Бошкоева, оценивала работу Джайны. Я захожу в кроссчек. Сюда. Закрываю все лишние. Захожу в кроссчек. Форма оценки. Открываю. Так, здесь получается. Меня зовут Гульмира Бошкоева, да? Выбираю дату 18. Здесь выбираю Джайна. Вот она. Меня задание. Какое задание идет? Выбираю третье задание. Аня, меня зовут же Гульмира Бошкоева. Извиняюсь. Меня зовут Гульмира Бошкоева. Вот я, да? Задание 3. Оцениваю работу задания Джайна. Ставлю оценку 30 баллов, потому что у нее все хорошо. Если хотите, можете написать комментарий. Если нет, можете пропустить. Но я в этом случае просто напишу, что все прекрасно, да? Написала свой комментарий. Я прям восхищена ее работой. В общем, все, что хотите, можете написать в комментариях. И в сабмит. Отправляйте. Затем возвращайтесь сюда, на страничку PM. Открывайте оценки CrossCheck. И у вас... Вот она, да? Гульмира Бошкоева оценила работу Джайна Мухтарова. Поставила 30 баллов. Почему? Потому что у нее вся работа отлично выполнена и так далее. Таким же образом проверяем четвертое задание. Опять же, возвращайтесь сюда. Можете очень просто, легко, вот тут тоггл-лист закрыть. Закрыть тоггл-лист, открыть четвертое задание. Сделать снова поиск Джайна Джайны. Джайна Мухтарбекова. Третье задание. А она пока еще только третье задание сдала, четвертое еще не сдала. То есть, смотрите, вам нужно понять одну вещь. Когда вам дается определенное время дедлайны по выполнению домашних заданий, вы должны своевременно сдать. Потом формы по выполнению отправки домашних заданий, они закрываются. И начинается период оценки домашних заданий. Вот именно в оценке домашних заданий человек, который состоит с вами в одной группе, он начнет оценивать вашу работу. Если же вы своевременно не отправили свою работу, неправильно сделали домашние задания, естественно, у вас будет заниженная оценка, или же вы получите определенный штраф. Почему получаете штраф? Почему получаете заниженную оценку? Потому что вы не выполнили домашние задания и так далее. В общем, процесс очень простой. Сейчас, конечно, для вас это все может быть очень сложно, но если вы немножко поработаете, попрактикуетесь сами, у вас все это хорошенько получится. Не переживайте, не бойтесь ничего, потихоньку, мелкими шагами можете это все протестировать. Если что-то непонятно, вот смотрите, вот тут отражается, вот я сейчас покажу здесь рейтинг. Постепенно, если что-то не понимаете, пересмотрите видео, поставьте на медленную скорость, потом, в общем, старайтесь использовать все возможные способы, чтобы понять, как правильно выполнять. Так, в штрафах я что-то не могу найти. Проверенные задания у нас есть. Сейчас я проверенные задания посмотрю. Что-то не отражается у нас. Проверенных одно. Ну, оно у нас, вот, смотрите. Чинара Салибай Хазавили. Помните, мы ей поставили штраф и проверили ее задание одно, плюс оценили ее задание в ноль баллов, да? Ну, может быть, немножко сейчас система грузится или что-то техническая какая-то неполадка, но со временем оно обычно автоматом обновляется. Вот так вы можете проверить. И то, что вы сразу отправляете здесь, оно автоматом тоже обновляется в рейтинге. В рейтинге у вас будет показываться итоговый балл, итоговый штраф, и сколько домашних заданий вы сдали, сколько вас вам проверили, какую оценку вам за домашние задания поставили. И вот так у вас будет несколько-несколько колонок. Все эти колонки суммируются и выходят в итоге итоговый балл. Итоговый балл он оценивается именно средним значением от проверенных домашних заданий. Если за домашние задания максимальный балл идет 50 баллов, и вас оценили 3 человека, это не значит, что вам поставят 150 баллов. Это значит, что у вас в итоговом балле будет среднее значение этого из 150. То есть это будет 50 баллов. И, соответственно, если вы получите штрафы, эти штрафы минусуются, и у вас здесь будет отражаться либо 45 баллов, либо там 43 балла, либо 44 балла, в зависимости от того, как вас оценили ваши согруппницы по кросс-чеку. Вот таким образом просто отправляете домашние задания, себя проверяете. Если таблица не загружается, не паникуем, ждем немножко, перезагруживаем свое устройство, идем, пьем чашечку чая, успокаиваемся, возвращаемся, проверяем обратно. Все равно как-нибудь через 5 минут, может быть, максимум через 10 минут оно автоматом обновляется в таблице. Вот вы таким образом сдаете кросс-чек. Пока по кросс-чеку создан только рандом, только для пьем, так как они уже достаточно загрузили домашних заданий. Смотрите, я сейчас вам покажу результаты, сколько домашних заданий сдали. На данный момент у нас по кросс-чеку сдали 192 человека. Это включая все задания, 4, 3, 5. Но смотрите, у нас по участницам выходит очень общее количество участниц. У нас получается 719. Это только получается, мы только 15% сдали домашнее задание. Поэтому, ребята, те, кто в списке, пожалуйста, до конца дедлайна сдайте свое время на свое задание, чтобы не получить заниженную оценку или чтобы не получить штраф и в будущем, чтобы оно не отражалось на вашем рейтинге. Когда вы отправляете задание, убедительная просьба, открывайте доступ к вашим ссылкам. Очень многие ребята, они отправляют домашнее задание, но у многих закрыто, да? Пожалуйста. Вы можете не отправлять повторно домашнее задание. Вы просто у себя на страничке Notion открываете доступ, и он автоматом здесь обновляется. Или же, если вы отправляли в формате Google Form, Google Диска, там тоже просто в Google Диск заходите, открываете доступ. То же самое с ссылкой на Canva. Если Canva у вас идет, допустим, давайте проверим. В Canva есть опция там комментировать или Viewer или так далее, да? Открывайте доступ, и у вас не будет проблем с вашими оценками. И просьба, пожалуйста, ребята, когда загружаете, именно загружайте то задание, которое указываете. Допустим, есть некоторые люди, которые указывают задание 3, но отправляют первое задание. Первое задание, оно вообще в оценку не входит. Если вы будете отправлять ссылку на ваше первое задание, вы просто элементарно получите нон или получите штраф. Поэтому, когда загружаете, убедительная просьба, загружайте внимательно. Если вы указали задание 3, значит, ссылка ваша, соответственно, должна быть именно по заданию 3. По заданию 3 у нас идет таблица. Таблица должна быть именно у вашей ссылки, да? Не надо отправлять там первое или второе задание, когда вы указываете третье задание. В таких случаях вы сами себе занижаете оценку. И помните всегда, открывайте доступ своим ссылкам, да? Ребята, все знаем, как открывать. Мы вам не раз показывали, как наношен это делать. У нас есть специальный скринкасс, как это делать на Google Drive. А также вы можете отправить свое домашнее задание в формате Google Excel, Google Documents. Что еще можно? На Canvi можете сделать, на Figma можете сделать. В общем, можете использовать любой фристайл формат. Но главное, открывайте доступ к вашей ссылке. И если будете делать все правильно, у вас, естественно, все это будет отражаться на вашем рейтинге, на вашем настроении, на вашем обучении. И все будет хорошо. У меня все. По другим направлениям, еще один момент. По другим направлениям, по UX, UI, по SMM будут открыты доступы к кросс-чекам в зависимости от дедлайна. Как только у вас закрывается дедлайн по выполнению домашних заданий, у вас автоматом на следующий день откроется кросс-чек. Допустим, смотрите, по PM первая неделя у нас уже завершен статус. Дедлайн тоже завершен. Переходим ко второй неделе. Если вы внимательны, вы увидите, да, здесь указаны дедлайны по сдаче и дедлайны по кросс-чекам. По третьим, по четвертым заданиям у нас есть дедлайны до 20 числа. Мы продлили вам дедлайны с учетом того, что многие еще учатся, еще в процессе обучения, еще практикуются, как правильно отправляют домашние задания. Но после 20 числа, это включительно, начиная с 21 числа, все формы по отправке домашних заданий, они будут закрыты. И у вас откроется доступ к кросс-чеку. То есть, начиная с 21 числа у вас откроются формы к оценке заданий, формы к штрафованиям. И вы можете уже дальше оценивать своих согруппниц по кросс-чеку. Плюс у вас еще откроется список по кросс-чеку. Список по кросс-чеку, он будет формироваться из четырех человек. Ранее мы говорили, что этот список, он будет обновляться каждую неделю. Но ввиду того, что многие до сих пор не могут понять весь процесс, мы решили продлить этот период. И данная группа, которую вы видите в кросс-чеке, она будет у вас в течение одного месяца. То есть, в начале месяца мы вам создаем группу. Эта группа до конца месяца будет друг друга проверять. До тех пор, пока вы не научитесь, пока вы не норовитесь, как правильно отправлять домашние задания, как правильно проверять друг друга и как правильно друг другу помогать. Соответственно, начиная со второго модуля, возможно, мы пересмотрим вариант и будем создавать этот кросс-чек-список еженедельно. То есть, на каждую неделю будет совсем другой список. Вот так, ребята. В общем, я думаю, это достаточно понятно. В принципе, если вы вникаете в суть, если вы стараетесь, если вы делаете какие-то попытки для того, чтобы понять, это очень доступно, это очень понятно. Тем более, мы с каждым разом стараемся упростить, оптимизировать, адаптировать наши платформы под ваши запросы. Поэтому, ребята, тоже будьте добры, и будьте добры, возьмите ответственность правильно отправлять, правильно спрашивать, правильно задавать вопрос. И, естественно, вы будете получать правильный ответ. Спасибо всем. Если есть вопросы, у меня есть время, полчаса я могу ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Я пока запись остановлю, тогда хорошо. А вы потом продолжите ответы. Сейчас остановлю. Хорошо.